МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зенитный ракетный комплекс ТОР-М2. Пожалуй, один из лучших образцов ЗРК малой дальности. Созданный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, с 2012 года он стоит на вооружении белорусской армии. ТОР предназначен для прикрытия войск и объектов от ударов беспилотников, крылатых ракет, планирующих авиабонд, самолетов и вертолетов, в том числе невидимок, выполненных по технологии стелс. Комплекс способен работать как в ручном режиме, так и в автоматическом, когда ЗРК без участия человека контролирует воздушное пространство и захватывает цели, неопознанные системой свой-чужой. Оператору остается лишь принять решение на уничтожение объекта. Впрочем, обо всем по порядку. От малых беспилотных летательных аппаратов у Земли до баллистических ракет, летящих на гиперзвуковых скоростях высоко в стратосфере. В прицеле, а если быть точнее, на индикаторах ТОРа, видна любая из воздушных целей, и до каждой из них он способен дотянуться практически со стопроцентной вероятностью. Но пришли к этому конструкторы не сразу. Вернее, поэтапно совершенствуя зенитно-ракетный комплекс. К разработке ТОРа в советский военпром приступил в 1975 году. ТЗ-заказчик означался автономный самоходный зенитно-ракетный комплекс, совмещающий в себе разведывательные и огневые средства, размещенные на одной машине. От конструкторов ждали мощную радиолокационную станцию, скоростную зенитно-управляемую ракету, а главное – максимальную автоматизацию боевой работы. За реализацию, каждые по своему направлению, отвечали несколько конструкторских бюро. Головным производителем выступил Ижевский купол. Буквально через год был защищен эскизно-технический проект, но для воплощения в металл и принятия на вооружение понадобилось еще 10 лет. Но результат, по мнению военных, того стоил. Полностью автономные средства давали возможность работы без дополнительных РЛС и пунктов выдачи целеуказаний. А реализованный на торах вертикальный пуск ракет позволил разместить весь боекомплект внутри боевой машины. Кроме того, моторный отсек, аппаратная часть, ракеты и места работы расчета получили противоосколочную защиту. Впрочем, сразу после принятия на вооружение было принято решение о модернизации ЗРК. К настоящему моменту прошло уже три волны серьезных улучшений, которые значительно повысили тактико-технические характеристики машины. ТОР-М2, стоящий на вооружении белорусской армии, финальная версия. Основная единица комплекса — боевая машина, в состав которой входят станции обнаружения, средства опознавания и сопровождения воздушных целей, станция наведения, вычислительный комплекс, боекомплект и пусковая установка. Справляется с ТОРом и его возможностями экипаж из трех человек. При этом время перевода машины из походного положения в боевое — всего три минуты. За каждый оборот антенны, а это всего секунда, ЗРК видит до 48 объектов на дальности до 32 километров. Машинный интеллект в доли секунды ранжирует цели по степени угрозы и берет их на автосопровождение. Десять наиболее опасных выстраивает в приоритетный ряд, подсказывая расчету очередность обстрела. На все про все от момента обнаружения до пуска ракеты уходит от 5 до 10 секунд. Пуск зенитных управляемых ракет проходит в три этапа. За старт отвечает пороховой заряд, выбрасывающий ракету на высоту около 20 метров. Затем срабатывает система, направляющая на цель и финальным аккордом маршевый двигатель. Зенитные управляемые ракеты «Кора» способны достать цель на дальности до 12 километров. В диапазоне высот от 10 метров до 7 километров. В любых условиях. Днем, ночью, в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Благодаря точности наведения, вероятность поражения цели практически близка к единице. В сочетании с внушительным боезапасом это позволяет комплексу отражать массированные налеты современных средств воздушного нападения. Батарея «Тора» в полном составе, а это 4 машины, может практически залпом уничтожить 16 маневрирующих объектов, летящих на скорости до 700 метров в секунду. При этом ранним версиям «Тора» для пуска была необходима короткая остановка. Современные же варианты способны вести стрельбу в движении, обеспечивая противовоздушную оборону войсковых подразделений на марше и в подвижных видах боя. К слову, за маневренность и подвижность самого ЗРК отвечает шасси белорусского производства. МЗКТ 6922 выпускается Минским заводом колесных тягачей. В отличие от гусеничных собратьев, «Тор» на колесах немного потерял в проходимости. Вместе с тем, значительно прибавил в скорости передвижения, сбросил в весе и сократил расход топлива. В машине установлена гидропневматическая подвеска, которая отвечает за устойчивость с одной стороны и плавность хода с другой. Двигатель «Ярославский» дизель с турбонаддувом, мощностью больше 400 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая. Запас хода с полными баками составляет порядка тысячи километров. Сегодня «Торы» прочно вписались в общую систему противовоздушной обороны Беларуси. 24 на 7 они стоят на боевом дежурстве, охраняя стратегически важные объекты страны, в том числе небо над Островецкой АЭС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова